Всем добрый день! Сегодня будем опять шить блузку из мужской рубашки. Никаких валанов сегодня не будет. Сегодня самая простая модель. Рубашечку застегнули. Ну сначала, конечно, надо рубашку мужскую померить. Вот таким образом захватить, потому что здесь будет шов. И посмотрите, чтобы она была слегка вам свободная. Значит, это то, что вам надо. Так, рубашечка у нас застегнута. Здесь от горловинки сантиметров 5. А здесь ниже проймы сантиметров 5. Что очень важно. Чтобы вот здесь не было прямой линии, вот такой. Тогда вот здесь вот пришить резиночку будет сложно. А если пришьете, будет неаккуратно. Линеечку вот так прикладываем, чтобы вот здесь был прямой угол. А здесь вот закругляем. Тогда вот здесь резиночка очень легко пришьется. Вот такой вырез у нас получился. Рукавчик у нас короткий. И я хочу вот эту подгибочку отрезать. Она мне не нужна. Так, в нашей рубашке оверлок не использовался. Вот этот шов называется двойной выворотный. И мы будем стачивать вот этот шов точно так же. Значит, это у нас полочка была. Теперь в блузке у нас это будет спинка. Складываем изнанка с изнанкой. И стачиваем небольшим швом. Меньше, чем на ширину лапки. Так, стачали швы на лицевую сторону. Выворачиваем. Я утюгом отгладила этот шовчик вот так с изнаночки. Можно пальчиками вот так поделать. Выровнять. И теперь прострачиваем на ширину чуть больше, чем ширина лапки. Вот такой получился у нас шовчик аккуратненький с лицевой стороны, с изнаночной стороны. Значит, сегодня у нас блузка самого простого пошива для тех, у кого самая простая машинка. У кого нет ни оверлока, ни зигзага. Значит, горловинку я подвернула примерно на 0,5. Зафиксировала утюгом. Теперь подгибаю еще раз и прострачиваю чуть шире, чем наша резиночка. Сзади на спиночке оставляю прореху. Сантиметре полтора. Прострачиваем. Если здесь строчить было очень легко, здесь у нас срез идет по прямой. Вот здесь, где рукавчик, немножко сложнее. Значит, что мы делаем? Мы вот эту линию растягиваем. Нижнюю часть, вот самую малость, чуть-чуть присобираем. Накладываем нашу резиночку, смотрим, как ширина соответствует. Соответствует. И теперь прокладываем строчку. Справедливости ради надо сказать, что вот этот метод, вот так подогнуть и вставить резиночку, годится только для узкой резинки. Резиночка у меня где-то 8 или 9 миллиметров. Некоторые умудряются вставить сюда широкую резинку, прострочить и вставить широкую. Получается неаккуратно на рукаве. Ну и к тому же я вам показала, как надо правильно выкроить, чтобы было более аккуратно. Вот так у нас получилось. Все кругом аккуратненько. Нигде нет никаких лишних складок. Ну и здесь вот прорехать, сюда будем вставлять резиночку. Конечно, если вот эта линия кроется по прямой, а не так, как у нас, полукругом, а вот по прямой, если бы мы отрезали рукава, то, конечно, там можно подгибать и вставлять резинку любой ширины. Там проблем не было бы. Так, еще один нюанс. Значит, вот у нас шовчик, наш двойной выворотный. Вторую строчку я распорола и вот здесь вверху уменьшила шов. И вот таким образом у нас еще лучше, еще вот как бы аккуратнее получилось, что вот здесь вот легло. Благодаря тому, что я уменьшила шов. Допустим, здесь вот 0,8, а я сделала его там, ну, может быть, 0,4. И вот таким образом 4 миллиметра вот здесь свободы. Вот именно для того, чтобы легло вот так, полукругом. Рассказываю вам все тонкости, думаю, они вам пригодятся. Так, меряем блузку, смотрим, насколько она здесь широкая и присобираем на нужную величину. Или же берем сантиметровой лентой, меряем вот это наше расстояние. Отрезаем резиночку чуть меньше, чтобы она свободно не болталась, наша блузочка, чтобы резиночка стягивала. Ну и опять же, этот фасон для начинающих портних. Тем хорош, если вы отрежете резинку длинную, будете ее вставлять, а кажется, что она длинная, ее всегда можно отрезать и затянуть поболее, чтобы блузочка хорошо на вас сидела. Так, протягиваем резиночку. Я уже сделала на рукавчиках. Также кончики потом сшиваем. Резиночку нашу распределяем. И зашиваем нашу прореху. И вот так аккуратненько у нас получается. Все, блузочка наша готова. Внизу я решила не отрезать. Меня устраивает длина. Ну а здесь вот, где у нас шов. Подогнула, отстрочила. И все аккуратненько. Вот такая блузочка у нас получилась. Шьется легко. Кроется вообще. Кроем не назовешь. Не надо обрабатывать нигде ни зигзагом, ни оверлаком. Пошла мерить. Вот такая получилась у нас блузочка. Шьется очень легко. Внутри швы обрабатывать не надо. Рекомендую. Особенно для начинающих портник. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...